Здравствуйте, дорогие друзья! На библейский портал Экзогет поступил вопрос, почему хула на Духа Святого не простится, а на Сына Божия простится? Вопрос интересный, и вот если мы вспоминаем контекст, читаем Евангелие от Матфея, «Посему говорю вам, всякий грех и хула простятся человеком, а хула на Духа не простится человеком. Если кто скажет слово на Сына Человеческого, простится ему, если же кто скажет на Духа Святого, не простится ему ни в семь веке, ни в будущем». Эти стихи я привел не в ответ на вопрос, а чтобы его немножко дополнить, но уже в них начинается ответ. В самом начале, когда есть слово «посему», потому что эти стихи идут в контексте. В чем обвиняют фарисея Христа? На что он им отвечает такими словами? Обернемся чуть назад. Та же самая, 12 глава Евангелия от Матфея, только прочтем 24 стих. «Фарисеи же, услышав сие, сказали, он изгоняет бесов не иначе, как силы Вильзевула князя Бесовского». Господь допускает, что фарисеи его как-то не любят, считают, что он нарушает какие-то ветхозаветные предписания, а некоторые даже не нарушает, а отменяет, то есть призывает их больше не выполнять. И тоже понимает, что по своему маловерию они видят в нем просто человека. И поэтому Господь, он не даром к фарисеям так часто обращается, он их действительно любит. Он понимает, что они близки его сердцу, потому что они хотя бы ищут чего-то. Они не как судуки, которым все равно лишь бы контролировать вот это храмовое богослужение, сверхдоходы с него. Да, они не просто требоисполнители, как бы сейчас сказали. Да, фарисеи, они люди ищущие, но которых заносят в разные стороны. Поэтому Господь им дает пояснение про то, что царство не устоит, которое разделится сама себе, про то, что если кто-то хочет войти в дом сильного, тот он должен связать его вначале. То есть он поясняет, поясняет, что действует, действует не человек Иисус, который не в силах взять и победить бесов, а действует Бог, Бог Христос, Второе лицо Святой Троицы, который мир сотворил, Бог Слова, как говорит апостол-евангелист Иоанн Богослов. И поэтому мы тоже сейчас уже, глядя на людей вокруг себя, должны понимать, что человек может заблуждаться относительно Бога. И относительно Бога в его истинном проявлении, в христианском откровении. Он смотрит на людей, несовершенно грешных в церкви. И у него против церкви дурные мысли. Он берет и смотрит, даже читает евангельский текст, но без какой-то подготовки, без контекста. И тоже он на что-то обижается, ему считается, что Бог объяснил все не так. В его жизни происходят какие-то несчастья, и тоже он со своими человеческими мерками подходит к тому. Господь и говорит, что если человек в какой-то, именно человеческой части существования церкви, он берет и произносит хулу сознательно, зная все аргументы или не зная, но когда он придет и раскается, это прощается. Тут не то, что это сравнивается, что лица разной Святой Троицы, они по-разному как-то переносят обиду. Нет, надо понимать, что Дух Святой – это того, кого Господь сам послал к нам. Где Дух Святой действует? В таинствах церкви. Если человек сознательно избегает таинства церкви, вот это величайшая хула. Если человек берет и говорит, я могу достигнуть Царствия Небесного, несмотря на то, что Духа Святого буду избегать, таинств церковных буду уклоняться, причастие не для меня. Я и так, я вот хороший человек, я там помолился и так далее. Но не сможешь ты насильно войти в Царствие Небесное, избегая Духа Святого. Он уже там. Если ты его избегал в жизни, то и после смерти тоже тебе ничего общего с ним нет. Можно даже сказать, что Дух Святой, вот мы не обязательно даже ждать таинства, все равно мы молимся Царю Небесному и просим, чтобы Дух Святой пришел и посетил нас. Однако тоже иногда человек думает, да не, я пойду к таинствам, я буду молиться. Однако Дух Святой, он обязан меня принять. Иногда обижаются люди, они говорят, батюшка, ну что это, ну сожительствуй с кем-то. Что это вы мне говорите, к причастию не идти? Господь всех там ждет. Так нет, ты же хочешь в грязь своего греха не расстаться с ним и пойти, а ты хочешь, чтобы Дух Святой пришел и в твою душу вошел и в этой грязи измазался. Ну, конечно, этого не будет. Поэтому хула на Дух Святого, это в две стороны мы можем истолковать. Это когда ты отвергаешь действия Святого Духа, что ты без него надеешься спастись. Или когда ты берешь и считаешь, что действия Святого Духа тебе обязаны. А Господь по своей человеческой природе, Он дает, дает Церкви право на ошибку. Он дает право на ошибку священникам, епископам, патриархам, простым верующим людям вокруг нас. Церкви, как юридическому лесу, дает право на ошибку, потому что Он за вот эти грехи, грехи плоти, грехи, которые не имеют отношения к Его божественной природе, Он взошел на крест, и за нас на кресте умер. Умер за свою Церковь, как говорит, не за всех молюсь, но за тех, которые дал мне. И поэтому, дорогие друзья, да, нас могут смущать, смущать, что там в Церкви происходит. И да, мы можем из-за этого обижаться на Бога. Или даже не в Церкви, а просто дурные люди нас обидели, как-то побили, покалечили, обокрали, и мы тоже на Бога обижаемся. Если мы раскаемся, Господь нас простит. Однако, если мы отринем вот эту руку помощи, которую Бог Троица нам через Духа Святого протягивает, то, конечно, Господь насильно нам эту руку помощи протягивать не будет и насильно спасать нас не будет.